здравствуйте сегодня 18 сентября и я продолжаю снимать технические сорта которые сегодня снимаю для винификации сейчас речь пойдет о франко-американском гибриде леон мио очень интересный такой сорт родители к в родителях у него болт рислинг и по разным источникам репария а может быть и не репария от своих родителей сорту наследовал исключительную устойчивость грибковым заболеванием в моей практике он еще ничем ни разу не болел гроздь у сорта похоже на шишечку такая маленькая гроздочки небольшие идет 80 100 грамм но их достаточно много ценность данного сорта для винификации в моих условиях в очень низкой кислоте и сорт выступает раскислителем и красильщиком для ронда формули он ее очень старая вправе считаться сортом она создана в 1911 году автор сорта я так думаю он или с одессы или из россии его зовут евгений кульман в французском там немножко по-другому пишется но мне почему-то кажется что он из наших согласно писанию вина из ли он ее обладают бархатистой структурой и характером мерло если верить источникам то вина из ли он ее занимали в слепых дегустациях высокие места и я смотрел в интернете действительно некоторые винодельные америки англии выпускают вина из ли он мил что у нас на практике на практике винифицировать его достаточно сложно я много пробовал красных вина зле он ее ни одной из них мне не понравилось поэтому я его буду винифицировать по белому опять же в описаниях пишут что очень делать надо короткую мацерацию при винификации этого сорта иначе гибридные тона репарии переходит вино и портит это вино наша задача получить ароматику значит европейца gold рислинга и постараться не зацепить вино ароматику репарии ну теперь немного давайте посмотрим на сам сорт какие плюсы есть у леон мио самый главный плюс это устойчивость морозостойкость никаких поражений грибными болезнями есть и минусы самый главный минус этого сорта осы я не знаю что туда намешали французы нос и просто с ума сходят от ли он мио вот те грозди что я успел закрыть посмотрите приличные нормальные грозди хорошие симпатичные шишечки и вот грозь в которую зашла оса раз его это просто уничтожили в этом году ос был и столько что урожай ли он ее очень сильно у меня пострадал сейчас буду собирать что получится сниму вино и на винификацию вместе с ронда формирую как все свои сорта односторонним разнорукавным веером обработать минимум единственно только что я делаю защиту от ос вот от этих противных ос ну рассказывать больше нечего пошел собирать урожай собрал ли он мио но это просто трагедия такого у меня еще никогда не было осы уничтожили примерно 40 процентов урожая когда снимал половину выбрасывал оса бьет ягоду выедает вокруг начинается гниль грозди портятся и на вино уже не годятся поэтому если вот я сейчас собрал три ящика то если бы все было хорошо было бы пять ящиков и получилось бы прямо чудесно расчудесно поэтому кто будет выращивать ли он и и следите за усами я просто не ожидала я думал он столовые сорта они очень любят ли он ее для них самые вкусные вкуснятины прямо атакуют и пожирают осталось его раздробить замерить показатели сусла ну и начать винифицировать может быть это как-то немножко скрасит горечь утраты двух ящиков с жирных осами как я говорил ранее ли он мио винифицировался вместе с ронда после дробления общий сахар примерно 16 брикс в сумме а ли он мио отдельно я замерил 20 брикс то есть ли он мио набрал больше сахара чем ронда плюс практически нет кислоты вот ради этого я и выращиваю ли он мио ну а теперь иначе отжатый сок инокулируем дрожжами и на брожение по белой технологии ждем хорошего вина а